Здравствуйте, ребята! Предмет Всемирная История, 10 класс. Раздел «Этнические и социальные процессы». Тема урока «Разнообразие теорий о социогенезе». Сегодня на уроке ты научишься использовать понятия социогенез, формационный подход, цивилизационный подход для объяснения исторических процессов. Ты научишься систематизировать и обобщать различные теории социогенеза. Рассмотрим новую терминологию. Генезис – происхождение, возникновение, зарождение. Социогенез – учение о происхождении общества. Социальный прогресс – неперерывное движение от более простых форм организации общества к более сложным, от первобытности к состоянию современной цивилизации. Способ производства – исторически определенный способ добывания материальных благ, единство производительных и производственных отношений. Производительные силы – это люди с их навыками к труду и средства производства, т.е. предметы и средства труда, используемые человечеством в определенную эпоху. Производственные отношения – это отношения людей в процессе производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Итак, ознакомимся более подробно с определением антропосоциогенеза. Антропогенез – это процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека. Социогенез, в свою очередь, это процесс формирования общества. Итак, антропосоциогенез – это двуединый процесс формирования человека и общества. Теории социального прогресса В XVIII веке социальный прогресс понимался как магистральный путь развития общества. Шотландский мыслитель Адам Фергюсон говорил, что человеческое общество движется по трём стадиям – дикость, варварство, цивилизация. Под дикостью он понимал примитивные общества собирателей и охотников, не знающие имущественных и социальных различий. Варварство, по мнению Фергюсона, – это стадия, на которой появилось имущественное неравенство и социальная стратификация. Цивилизованные общества – для них характерна классовая стратификация, города и письменность. Эволюционный подход Английский социолог Герберт Спенсер утверждал, что человечество – аналог биологического организма, которое постоянно эволюционирует, приспосабливаясь к вызовам окружающей среды. Он утверждал, что у всех народов есть историческая судьба, и неважно каким образом, но они обязательно её постигнут. Эту точку зрения разделяли эволюционисты Эдуард Тейлор и Джеймс Резер. Резер предложил эволюционную теорию развития духовной жизни человечества по линии «магия, религия, наука». Формационный подход Основоположниками этого подхода были Карл Маркс и Фридрих Энгельс. С их точки зрения, исторический процесс – это есть закономерная, объективная, обусловленная смена общественно-экономических формаций, исторических типов общества, основывающихся на определенном способе производства. Они выделяли пять общественно-экономических формаций, такие как первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистическая, которая состояла из двух этапов – социализм и коммунизм. Коммунизм – это общественная формация, характеризующаяся всеобщим равенством перед законом, изобилием потребительских благ, отсутствием глубокой социально-классовой дифференциации в обществе и широким участием населения в управлении государством. Модернизационный подход является однолинейным, потому что ставит во главу угла модернизацию и социальный прогресс для приведения всего человечества в единое состояние по образцу западных индустриальных стран. В 40-е годы XX века американский экономист Питер Фердинанд Дрокер выработал принцип технологического детерминизма в основах общественного развития. Законченное выражение теория получила в трудах Ростов, который выделял пять стадий экономического роста. Аарона, который считал, что лишь различия в политической структуре отличают социалистические страны от капиталистических. И Гелбрейта. Теория конвергенции появилась в 1944 году, автором которой является американский ученый русского происхождения Петерим Сорокин. Суть теории в том, что со временем социалистический мир станет более либеральным, а либеральный мир более социалистическим. Системы сблизятся ради того, чтобы, основываясь на гуманистических идеалах, сохранить мировую цивилизацию. Цивилизационный подход. В начале XX века немецкий ученый Освальд Шпенглер выдвинул идею о существовании нескольких независимых культур и цивилизаций. Он выделял античную, западноевропейскую, египетскую, китайскую, индийскую, арабскую и цивилизацию майя. Все они, подобно живым организмам, переживали стадии зарождения, расцвета и неизбежного умирания. Ученый-философ Арнольд Джордж Тойнби разработал культурологическую концепцию истории на примере 21 цивилизации. Согласно этому подходу, каждая цивилизация имеет свой собственный комплекс знаний, которым она и руководствуется, набор базовых ценностей, авторитет которых она признает. Человек – творец-историк. Большое внимание уделяется духовным факторам развития общества, уникальности истории отдельных обществ, стран и народов. Задания для самостоятельной работы. Сравните особенности подходов модернизационного и цивилизационного. Определите общие черты в этих подходах, частные черты и сделайте обоснованный вывод. Выполняя самостоятельно данное задание, ты научишься характеризовать схожести в подходах к изучению общества, самостоятельно выделять особенности модернизационного подхода, самостоятельно выделять особенности цивилизационного подхода, формулировать самостоятельный вывод. Контроль знаний. Чего? Главным критерием общественного прогресса по Карлу Марксу является А. Общественные противоречия Б. Политическое многообразие С. Форма этнической консолидации Д. Совершенствование производственных отношений И. Эволюционное развитие общества Давайте проверим наши результаты. Эдуард Тейлор предложил эволюционную теорию Развития духовной жизни человечества по линии Магия, религия, пропущенное слово наука Согласно Фергюсону, изначально Все человечество находилось в диком состоянии Пропущенное слово в диком Главным критерием общественного прогресса по Карлу Марксу является Совершенствование производственных отношений Перейдем к следующим вопросам Рассматривал всемирную историю в однолинейном ключе от грехопадения людей до наступления Царства Божия Автором теории конвергенции являлся А. Спенсер Б. Тейлор С. Сорокин Д. Энгельс И. Тойнби Проверим наши ответы Рассматривал всемирную историю в однолинейном ключе от грехопадения людей до наступления Царства Божия Августин Блаженный Автором теории конвергенции являлся Петерим Сорокин Ребята, обратите внимание на цели урока Оцените свой уровень достижения целей урока и определите потребность в дополнительной информации и заданиях Для просмотра дополнительных ресурсов по теме урока необходимо пройти по ссылке, указанной в презентации Урок окончен До свидания, ребята!